На улице Иртышской гружённый самосвал, перевернувшись, раздавил две машины. На крыше иномарок высыпались десятки тонн скального грунта. Грузовик марки Хова поднимался по Иртышской в направлении улицы Героев Варяга. За несколько метров до окончания подъёма рулевой большегруза почувствовал, что машина катится назад. Вдавив до отказа педаль тормоза, мужчина понял, что остановиться многотонник уже не сможет. В этот момент позади него двигались Ниссан Сафари и Тойота Хайз. Владельцы машин просто не успели ничего сделать. Хова завалился на правую сторону, и из его кузова высыпался весь груз. Смесь камней и земли похоронила под собой Ниссан Сафари. Он покатился назад, ну и нас раздавил. То есть грузовик двигался перед вами? Передо мной, и сверху отказали тормоза, он покатился назад. Вомнился грузовик? Да, грузовик. Расстояние большое было между грузовиком и… Ну, сколько можно, я убегал назад. По мнению очевидцев, хозяину Ниссана повезло. Мужчина не получил травм и смог самостоятельно выбраться из машины. Второй участник аварии также отказался от помощи врачей. Скажите, а как водитель Сафари выбирался? Через дверь. Он успел выйти, пока мы выбирались. У нас у всех водительские двери завалило. Мы все перебирались через пассажирские. В ходе разбирательства выяснилось, что Хова эксплуатировали вопреки правилам. На автомобиле давно закончились и страховка, и техосмотр. Срок действия договора еще не истек. Истек период использования. То есть, страховая компания будет нести выплату за него, но потом будет регресс. То есть, с виновника в судебном порядке страховая компания защит. Сейчас владельцам поврежденных автомобилей предстоит долгое разбирательство с собственником груза. Ведь страховых выплат на ремонт обеих машин, скорее всего, не хватит. Но пострадавшие автовладельцы надеются, что виновник аварии добровольно компенсирует причиненный им ущерб.